14,5 тысяч квадратных метров, 250 койко-мест и почти 800 миллионов рублей. Белогорский психоневрологический интернат практически готов принимать пациентов. Осталось лишь получить заключение о завершении строительства. В комнатах для будущих жильцов противопролежневой кровати. В коридорах поручни, а для комфортного перемещения по трехэтажному зданию есть просторные лифты. Все это предназначено для людей с особыми нарушениями здоровья. Много реабилитационных помещений, связанных с их трудовой реабилитацией. Имеется в виду швейная мастерская, компьютерные классы для обучения их навыков определенным. Здесь просторная столовая и функциональная кухня, спортивные и актовые залы, комнаты трудотерапии и библиотека. Проверяется как вестибулярный аппарат, так и нервно-мышечное реагирование на изменение импульсов. Реабилитацию подопечные смогут проходить с помощью современного оборудования. Например, аппарат нейромышечной стимуляции предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательной и нервной систем. Аппарат с использованием компьютерных программ, при помощи которого можно осуществлять диагностику нервно-мышечных нарушений, а также их профилактику, лечение и восстановление нервно-мышечной системы подопечных. Строительство интерната велось три года по национальному проекту «Демография». Великолепно, качественно построено современное здание. Самое главное, что очень современно построено медицинское отделение, современное медицинское оборудование. В этом здании действительно люди с психическими заболеваниями, которые стражают от психических заболеваний, получат качественное медицинское условие. На 100% готов подобный интернат в селе Некрасово Красногвардейского района. Два объекта будут торжественно открыты 8 июня этого года в День социального работника. Султаниеси Такаева, Асан Ибрагимов, телеканал Милет, Белогорск.